Здравствуйте, дорогие мои! Сейчас на нашем сайте basefromtai.ru проходит акция, приуроченная к китайскому Новому году. Мы находимся в Таиланде, причем здесь Китай. На самом деле, более 15% населения Таиланда оставляют китайцы. Они уже зацемилировались, уже прижились, есть китайские кварталы. И китайская культура очень плотно переплетается с тайской. На самом деле, тайцы, они по своему существу, они не бизнесмены. А вот китайцы, у них как раз-таки есть коммерческая жилка. Поэтому так получилось, что невероятное количество бизнесов здесь принадлежит именно китайцам. Или людям, у которых есть китайские хорни. И именно поэтому, когда проходит китайский Новый год в Таиланде, очень многие магазины, предприятия, заводы просто восстанавливают свою работу и отмечают этот очень яркий, красивый, интересный праздник. И в честь этого праздника у нас есть для вас несколько подарков. Всем, кто оформит и оплатит заказ на нашем сайте до 31 января, обязательным подарком будет вот такой вот китайский талисман. Это рыба, которая называется Тай. А многие знают, что Таиланд сокращенно тоже называется Тай. Поэтому я решила символически очень подарить рыбку, которая носит очень тайское имя. Эта рыбка приносит удачу и гармонию в жизни. При заказе от 1000 рублей в вашу корзину попадут вот такие вот китайские палочки с драконами. Кроме этого, у нас также есть подарки, которые вы можете выбрать самостоятельно при достижении определенных сумм. Подробности о нашем сайте. Для тех же клиентов, которые оформят и оплатят заказ на нашем сайте до 25 декабря, то есть вот сегодня до вечера, кто успеет, тому повезет, я пришлю медитацию на активацию вашей удачи в 2021 году или в году крысы по китайскому календарю. К этой медитации стоит подготовиться. Поэтому давайте я кратко сейчас расскажу о сути этой медитации, как вы можете к ней подготовиться. И если вы не являетесь нашим клиентом, вы можете это сделать сами. Но наши клиенты, которые оплатят заказы до 25 января, я вышлю именно запись медитации с вхождением, с расслаблением по всем правилам, на нужных вибрациях и частотах. И также по шагам вас проведу по этой медитации. Эту медитацию желательно выполнять именно во время наступления Нового года, когда уходит один зверь, приходит другой. Но можно ее также провести и утром, когда вы только проснулись, первым делом сделать медитацию. Перед медитацией вам понадобится найти в интернете картинки свинки и крысы, которые будут вызывать у вас умиление. Да, в интернете есть картинки и милых свинок, и милых крысок. Крыски, хомячки, мышки, неважно. Важно, чтобы это животное вызывало у вас приятные, позитивные эмоции. Это первый этап. Второй этап. Вам нужно согласиться в внутренней смысле о том, что вы будете благодарить уходящий год. Я знаю, что этот год не у всех был гладким. У меня он тоже был достаточно тяжелым. Я знаю, что некоторые наши клиенты потеряли близких. И были очень тяжелые трагические события в жизни некоторых наших клиентов. Ну, не только клиентов, а вообще людей в целом. И бывает, что когда год заканчивается, ты уже думаешь, скорее бы этот год ушел, какой бы ужасный год. Фу, пусть уходит, пусть придет новый. Так я думала в прошлый год свиньи, 12 лет назад. Как раз год у меня был очень тяжелый. И в конце года у меня была очень тяжелая личная трагедия. И я рыдала в подушку и думала, господи, ну, скорее бы уже ушел этот год. Буквально в последний день года свиньи мне свинья принесла один не очень приятный подарок, который я совсем не ожидала, который очень больно ударил по мне, выявил меня из душевного родонессия достаточно долгое время. И я испытывала очень негативные эмоции к году и желала, чтобы он поскорее ушел. Это на самом деле неправильный посыл. Потому что через 12 лет это животное вернется снова. И поверьте мне, оно запомнит весь этот выплеск энергии, который вы сделали негативной в его сторону. Это если так, углубляться в энергетику, кто-то в это верит, кто-то в это не верит. Но давайте представим на минуточку, что это все работает, что это все есть. И позволим себе комфортно встретить новую. Медитация состоит из нескольких ступеней. Первая ступень – это расслабление. То есть вам надо войти в определенное состояние, когда посторонние мысли больше не лезут вам в голову, когда вы абсолютно расслаблены. И вы можете работать уже со своим подсознанием, формируя те образы, которые желательно сформировать в этой медитации. Когда вы полностью расслабитесь, представьте образ уходящего года. Образ хрюшки. Желательно той, которая вызывает у вас приятные эмоции. Поблагодарите ее за все хорошее, что она принесла в ваш год. Вспомните все приятные моменты. Наверняка они были. Каким бы ни был тяжелый год, все равно были же приятные моменты в вашей жизни в этом году. Вспомните о них. Поблагодарите. И поблагодарите ее также за тяжелые ситуации, которые помогли вам стать сильнее. Как бы тяжело вам не было это признавать, но для вас же будет лучше, если вы оставите только чувство благодарности к уходящему году и к животному, которое было тотемом этого года. После этого, после того, как вы поблагодарите, отправите ей тепло своей души, можно ее обнять, можно ее приласкать, эту хрюшку. После этого представьте, что вы подходите к выходу своей двери, открываете дверь, и она уходит. Уходит, радостно виляет хвостиком. Пожелайте ей удачи и скажите до встречи через 12 лет. Она уходит. После этого вы визуализируете мышку. Или то животное, которое вот мышку, крыску, хомячка. То животное, которое у вас тоже вызывает приятные эмоции. Кто-то была такая красивая, холеная мышка, пушистенькая. Ну, кому не нравится пушистенькая, может быть гладенькая. Визуализируйте этого зверяка и представьте, как он заходит в дом. Представьте, что у вас стоит какая-то ложечка. Желательно, чтобы она физически стояла недалеко от входа с едой, которая нравится мышка. Мышкам нравится, что у нас сыр, нравится им пшено, им нравится сметана. Можно там какие-то такие вещи положить, которые любят мышки. Можно немножко молочка налить. Вот это угощение поставить и не обязательно делать физически лежа в кровати в удобной позе. Вы представляете, как этот мышонок, он заходит в ваш дом, он угощается, ему все нравится. Вы его приглашаете и благодарите его за то, что он пришел. Посылайте ему тоже лучики тепла душевного. И договаривайтесь с ним о том, что следующий год он вам будет помогать. И после этого плавно выходите из медитации. У кого уже есть опыт медитации, я думаю, что это не составит для вас большого труда, и вы сможете легко пройти по тем ступеням, которые я описала. Поздравляю вас с очередным Новым годом, который отмечается в Таиланде. И желаю вам удачи и самое главное – здоровья. Ведь если у вас будет здоровье, у вас и ваших близких, все остальное уже приложится. Будьте счастливы!